Я нахуй прыгаю ему по башке бля Барабанщик молодец, стал ролики чаще выпускать Обычно недельный застой на канале или же даже какой-то больший срок Как-то предвещает зрителя о том, что на канале будут какие-то существенные изменения, новшества То, чего они не видели нигде и никогда Я конечно очень не хочу вас огорчать, но ничего из вышеперечисленного вы в этом ролике не встретите Но если взглянуть на ситуацию под немного другим углом, то каждый ролик это новшество Потому что где вы таких еще долбоебов найдете, как не у меня в роликах? Положа руку на сердце, я вам ответственно заявляю, что если вы пойдете в любой зоопарк этой планеты Вы не сможете найти таких животных, как вы встречаете в моих роликах Оборзевшее быдло, мстительные школьники, какие-то в край охуевшие донатеры Все это отребье получают у меня регулярно в каждом ролике пиздюлей Поэтому я думаю, вас этот видос не разочарует Здание авторазборка напротив, там, где вы, где-где стоял Да, 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 да Мы в нем внутри стоим В нем, прямо вот в самой этой главной комнате, прямо вот напротив двери закрыты Владелец, да, 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 да От вас требуется, чтобы вы просто начали ограбление и все Хорошо, хорошо, хорошо Слышишь? Джакет, ты с нами, Джакет? Да, он без Джакета Кстати, зачем я тебя послал? Все, пошли, пошли, пошли за мной Все, мы готовы Все, мы пошли Вот, найдешь белый край, то... Давай я на улице А че, че, че за магазин? Стучите в дверь просто, нещадно Нечадно, нещадно стучите Нам, нас ревер сюда привез, сказал, лучшая квартира в центре Давай Маник сзади у нас стоит Дискорд, что ты несешь, умалишенная дура, дверь, открой тебе сказанную дуру Че, что тебе надо, что тебе надо Че, что тебе надо Не, я пришел в нее риотор по объявлению, что что здесь Ух, блядь, они стол Керова, хата, тут все взорвано Да, я в раз, только Сути Привет Привет У меня, стойте, ты иди, придурочный Наруши, достань, руши, достань, руши, достань Вот, пусть они сами работают, думаю, что делать Подняться здесь, угол, куда-то, мне кажется Так, их двое, два на два Блядь Ушел Давай я стою, я вот здесь спрятался, спрятался Да, к лицу, к стене Сука, к стене, к стене, дружище, к стене, встаешь сейчас, быстренько Ну, ребята, думаю, комментарии здесь будут излишни Это классическое нарушение правила ФРРП Опа Этого держи, этого держи Ты у меня на прицеле не вздумай шутить Прямо в глаз тебя всажу, если будешь шутить Артур, там чего нарушил ФРРП? Видел, все, 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 видел Все, свободен Давай, шруй отсюда Так Влад один живой остался Он меня закрыл Здорово Он меня закрыл Здорово Здорово, куда ты уходишь? Я бы жил полицию, если че, сижу, блядь, на втором этаже этого ебаного здания, где мы грабили Берез У тебя нарушение, куда ты съебываешь, тебе еще раз говорю Съебешься еще раз, я тебе выдам еще сверху наказание, залив У тебя нарушение армии ТРП Ребят, пока уфа, чела, выдаю наказание тому, кто фермер у вас У тебя нарушение армии ТРП Не, ну он, типа, прикалывается В чем-то дело То есть он просто пошел и съебался, да? Серьезно? Ебать, ну, окей, хорошо Значит, будет армия ТРП и лиф Я его предупреждал, я его предупреждал В следующих фрагментах мы решили снова смоделировать ситуацию такую, что ребята налетают внезапно, делают ограбление и смотрят на реакцию человека Если он делает все по правилам, то, ну, как бы проходит ТРП, он, возможно, отдает какие-то деньги Ребята уходят, никого, никто не банит Предупреждаю вас сразу, тех, кто захотел бы написать мне в комментариях о том, то, что мы задрачиваем какого-то конкретного игрока Нет, нет, нет и еще раз, нет Мы выбираем, ну как, я выбираю какого-то случайного игрока, который оказывается неподалеку от моих друзей Поэтому случаи со сценарием пойти ограбить одного и того же игрока 50 тысяч раз, а потом еще столько же раз зарейдить его квартиру Они полностью исключены Мы, когда играем на серваке с квадом, мы как раз-таки не преследуем такой цели, а у нас цель совершенно другая Проверить выборочно какого-то рандомного игрока и посмотреть на его реакцию, что он будет делать Отводите его туда, на детскую площадку, грабьте его на какую-нибудь сумму денег, там, на 5 тысяч символически И скажите, чтобы он не двигался, пока вы не уйдете Встань, встань, женись, упади, плачь, я не знаю, упадь Сознание, и 5 тысяч 5 тысяч на пол 5 тысяч на пол Это цена твоей жизни А сейчас мы уходим, ты не двигаешься и забываешь вообще, как мы выглядели Или мы вернемся, найдем твою семью и всех убьем Еще 10 минут, 10 минут, я отчитывать буду Ааа, у меня есть семью Значит, значит, мы сделаем тебе семью, потом ее убьем Так, стой, про себя считай, 10 минут Не найдете, раз, два, три, четыре, пять, шесть Если уйдешь, если уйдешь, убьем Ага, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Стоит, считает, блин Красавчики, он уже уходит Что, он будет пытаться мстить? Ахуй его знает, я пока за ним Да, не думаю, 5 тысяч, я не думаю, что А я сейчас пока за ним наблюдаю Вы куда ушли? Мы к спавнеру Ага, ага Даю вам наводку Фонтан, смотрите Квартира, где Антенна есть Чуть-чуть правее дверь Вдалеке зеленая Вот смотри, следи за мной Да, туда надо с оружием врываться И угрожать сразу, моментально Тут фишка Лицо к себе, лицо к себе Лицо к себе, лицо к себе Лицо к себе, лицо к себе Лицо к себе, я настрой Кто-то Угу Стоять нахуй, стоять нахуй, не двигайся нахуй Без B, без B Без B, без B Положили на моей Корышей А? Блекness Блядь, что происходит? Вы че ебанутые нахуй? Кто? Кто? Зачем ты меня убил, Влад? Потому что меня убил, придурочный Вы че, ёбнулись? я вылезаю из этой комнатки смотрю нет ничего меня вы меня бежит джекин что-то там манники лежали я могу манники разъевать конечно можешь блять они же не твои корзину обычно влача сейчас на жалобы опа меня ёбнули просто так сука что за бля это комната убийств каких-то пиздос ребят бля чё происходит четыре подряд человека сдохло уже по команде раз два три влетайте и угрожайте оружием обоим раз два три лицом к стене все лицом к стене за нами за нами за мной за мной за мной за оружие убери за мной за мной иди сюда сюда зашла комнату лицом в пол плакать начал быстро второй тоже второй тоже самое к нему рядом подошел за руку его взял и тоже плакать начал молите о пощаде быстро нету ее не бой и пусть не добиваются что зашло ушел отсюда и свидетель мне его убивать если че свидетеля хуй его знает может с него бабки потрясти трясите с них деньги по 5к и уходите скажите чтобы они не смотрели пока пока вы уходите первое взял первое взял так ушел 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 этот кантон закрыл нас блять блять там люди там люди вам надо было сказать им просто отвернуться к стене когда вы уходите все и по съебам заводить я забрал 20 тысяч людей в заложниках хранят пацаны я забрал здрасте чё вам надо от меня я кого-то заебашил я кого-то заебашил это ковбой он молодец просто в он телос ковбой к плядь въебал взял садима или не фере уже он подходит понял ковбойку в него разряжает просто мимо он блять пока перезаряется прицелиться ну как дал ему блять с вихря пиздец слышь меня нет сюда подойди пока с тобой не окончен сюда подойди ко мне опа я полю одного челика бегрот скажи ему что-нибудь прикажи не знаю перестать так делать убрать оружие и все такое биргот вот это у него ник как же срабате на стол скажите пожалуйста у вас там глист в хранилище выгони его нахуй выгони его нахуй а это неадекват подай жалобу подай жалобу кукурузка пиздец там что-то за хуйня блять человек игрок во-первых осу приказы во вторых значит нон рп и неадекватное поведение ну-ка стой я не буду с этим отменем разбирать жалобу и чё это отменяет факт твоих нарушений или чё что что дальше дальше что допустим я его знаю что это меняет то что ты не нарушил правила но неадекватное поведение ослушивается приказов это на рп два нарушения того доволен нет а ну всё биргот биргот а чё ты со мной у тебя выходит 1.43 неделя бана какая неделя ну неадекват сейчас секундочку подожди а чё ждать у нас разборка проводится и ты задерживаешь специально тянешь время зачем нам это ждать секунду что ты хочешь сделать бельвар я ебанутой какой то отвечаю да езить он пишет жалбы сейчас на форум типа вот друг кореш разбирали� поз잔 Можете позвать Админа Де Кеа? Алло! Гаки, Гаки, тебя просят на жалобу, по-моему. Вон там два чела стоят, там тоже очень важно, у него неделя банов. Не-не-не-не, вот здесь вот, ребята. Че, мутим че-то? Пока в Адми-базе мы разбираемся. Вот это она. Че еще? Гаки, что ты ему в ДС, зачем ты ему в ДС набираешь? То есть ты затягивал время, бля, на разборке, чтобы в ДС кому-то позвонить? Серьезно? Вроде смотри. Зачем ты мне звонил, пожалуйста? Я тебя звонил в ДС, чтобы тебе объяснить о том, что, смотри, вот этот чувак, он тебе говорит день неадекватный. То, что, смотри, я начал прыгать на столе и начал писать, что я ему на стол насырал и бредеть начал. И не за этого, а неделя бана даю. Правильно. Неделя бана... Нет, я говорил то, что это нон-рп. Ну, это можно считать нон-рп, да? За что неделю бана? Нет, а неделя бана у него за то, что он вообще с нами не хотел особо разговаривать в течение всей разборки. Он просто хотел подтянуть время. Ну, вот. Подтянуть время, я пытался... Ну, ты затянул время, а они подтвердили, что у тебя неадекватный придурок. Зачем? Можно скажу? Этот, можно скажу? Позвоните, да я сможешь только чтобы демку посмотреть. Вот. Пиздец, блядь. Все разборки в Горисмот. Он на телефон не берет жалобу на письмо. Стибани его, Стибани, слышишь? Стериус, Стибани его как-нибудь. У меня жалоба своя, ты мне звонишь. Это без оскорблений прямо жестких. Да, да, да. Мог бы там вот как вот так что-то не позвать. Ну, все, ребят, мы разобрались. В общем, спасибо за консультацию. У него реально выходит неделя, потому что все это время он пытался там кому-то дозвониться. Отвлекался от разборки. Я вас тогда не отвлекаю. Ребята, возвращайтесь к самым делам. А мы тут уже разберемся сами. Да. Можешь посмотреть? Не-не-не, думаю не стоит. Не, вообще-то не плачь. Может, выкуп, сколько тебе денег надо? Да все, не плачь, не плачь. Дети Любман сейчас быстренько ножками побежал плакать. Понял меня? На форум пертать свои шарлыки. Давай. Топ-топ-топ ножками. Раб-системы. Давай, пошел, пошел, давай. Да, давай, давай, давай. Ну что, если со второго аккаунта? Зайду и начну тебе срать на стол. Могу рассказать, что по меня не прошло. Хочешь послушать? Я сегодня встал, почистил зубы, потом в зеркало смотрю. Думаю, какой же я просто злойный. Да мне насрать. Не знаю почему. Еще скажу. Я что-то услышал про второго аккаунта. Это обход бан. Обход бан. Имперматч тогда дадут. Если он со второго аккаунта зайдет, то это... Сейчас чекайте, блядь. Неделя нахуй. На шахту работает. Спасибо вам, пацаны. И удачи. Стой, а ты кто-то не по это... Кто-то подложит на север? Брат, я скажу только одно, блядь. Кто-то на север? Стой, зачем? Служим Советскому Союзу. Казино... Казино залупа, нахуй. Не буду больше никогда. Скоро поди на шахту работать. В хули ты стекла ломаешь? Вы не хотите попробовать, а не все? Выходи отсюда. Там что у меня? Выйди отсюда. Выйди отсюда. Выйди отсюда. Выйди отсюда. Выйди отсюда. Спасибо. 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 В принципе я тебя могу просто арестовать, ну ладно. Уйди. Ну вообще-то не можешь, я гос. Уйди. Могу дочки? Уйди, я строю дом. Уйди, я строю дом. Уйди, я строю дом. Уйди, я строю дом. Уйди, я дом строю. Он на меня спут. Не, я не могу. Ладно, в шесть сил хватит. Начало, кружу. Я дай больше не играю. А теперь летом, где я все взял? Ну блин, ну где логика, сука? Болван ебаный. Ну типа придурок или да блин. Да, ребята, вы наблюдаете застройку квартиры с небольшим апгрейдом умного дома. В чем суть этого апгрейда, я сейчас вам объясню. В прошлом ролике у меня уже был умный дом, но он был слишком очевиден. Вот эта вот выпирающая застройка из какой-то стены, которую я сам поставил, она слишком много привлекала к себе внимание. Теперь у меня стоит следующая задача. Замаскировать этот заминированный короб с умным домом так, чтобы он вписывался в весь интерьер моей квартиры. Сделать это, кстати, на минуточку достаточно просто. Всего лишь нужно подобрать правильный материал, цвет, чтобы, ну, не выбивался вообще из интерьера ваш короб, а также обвесить его какими-нибудь картинами, ну чем-нибудь еще обложить, чтобы просто создавалось такое впечатление, когда человек входит, что у вас просто какая-то здесь РП застройка. Ну а теперь строим наш старый добрый короб. Делаем туда вот такой вот короб. Ставим его в центре, потому что комната у нас не особо большая. Ну вот. Как бы... Сюда. Еще одну дверь вот сюда. Еще одну вот сюда. Ну, знаете, кстати, неплохо-то выглядит. Подождите, а камин можно сделать? Пяти слэмок будет, думаю, с головой. Стоп, у меня... У меня бесконечные слэмки, бля. Ну ладно, хорошо. Тогда пока что попробуем вот так. Нам нужно еще гейпад. А поменьше часы есть, сука? А гейпад этот я поставил несколько по-другому. Гейпад на включение будет стоять здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Ты что делаешь? Ты зачем ручку вверх подал? Да? Кстати, что-то меня закончились, кажется, мои... Мои слэмочки. ЕБА! VR? Серьезно? А как? А как ты руками-то двигаешь? Не-не-не, ты в руках для этого что-то из Гаррисмода держишь? Ключи там или что-то ещё? Ебать, а ну подожди. А ну возьми вот, ну, вот это. И надень себе ногу. Слышь, не получится. Надо её сделать физичной, но этот... Охуеть. Подожди, а если пистолет тебе дать? Из дома выйди, говорю. Выйди, подожди из дома. Понял. Сначала я решил ему ничего не делать, потому что я на тот момент не ознакомился с правилами его профессии, ибо их, в общем своде правил в АСТРП, нету. Факт того, что он заходит на чужую территорию, размахивает там оружием без особых на то причин, это всё же НОНРП, потому что вот у вас правила на ваших экранах, и в остальном на него действуют те же самые правила, как и на остальные профы. Пострадал. А чего уже всё выпили? Блин, что, в магазин я тебе придёт? Что это такое? Кто это? А что, вы мне что-то хотели сказать? Тебе нет, уйди из дома моего, зачем ты тут бегаешь? Ну ладно. Бывает. Какой? Какашка, открой. Чё, блядь, не сиделось? Какого хуя, непонятно вообще. НОНРП у тебя. Какой НОНРП? НОНРП у тебя вот и всё. Я у тебя стекло выбил, зашёл, сказал, что ты здесь делаешь. Ты просто достал оружие на меня, я был с оружием. Ты достал оружие своё и на меня с оружием начал стрелять, хотя я был с оружием на тебя стрелился. У тебя, НОНРП, нет причин было разбивать стекло. Ребят, у меня к вам вопрос. Вы тоже, когда вам становится что-то безумно интересное, вы начинаете сразу же ломать всё и крушить, как полоумная обезьяна. А потом удивляться от того, что вам предъявляют за нарушение этого правила, причём удивляться так, будто этого правила никогда не существовало. Если честно, то вы не представляете, с каким огромнейшим бы кайфом я бы выкидывал вот таких вот долбоёбов серваков по причине неадекватности. Это сразу же больше недель бан, или же даже перманентный. Но это уже будет слишком. Такое, конечно же, прокатит на реально серьёзных РП проектах, но на просто обычной прослойке Дорк РП это не проканает. Здесь, ну, как бы игра не про это, но всё же какие-то рамки здесь есть. И даже при таком раскладе правила на каком-то обычном Дорк РП серваке, они, ну, подводятся уже вот реально под минимальные рамки, которые нужно соблюдать. От тебя не просят не делать чего-то такого, от чего ты не можешь удержаться. Да мне похуй, чё ты хотел, ты стекло разбил просто так. Блядь, у тебя на НРП, всё. Чел, а тут админ или кто здесь? Причём ты админ или кто здесь? Я админ. А, ну ты, у меня тоже нарушение. Ты что ли, или что? Какое у меня нарушение? Я свою хату защищаю от таких генераторов. Какое у меня нарушение, это оружие, наружие, даст алё, а гений. Нет, ты убрал тот момент, когда я достал его. Ты мне ничего не говорил, кстати. Какое я убрал? Я не буду тебя грабить в твоём же доме, это твой дом, я не имею права тому. Короче, забанешь, я тебя на форум отправлю, по-брэй. Ты не взрослый, отец, мая. Пошёл нахуй. Давай. Я тебя на форум отправлю. Да пошёл нахуй, сука. Ты, блядь, лезешь какого-то чёрта к челу, разбиваешь ему стекло, потом удивляешься. Что, блядь, с тобой не так вот? Ну чё за хуйня? Куда проб пропадает постоянно? Всего лишь три я могу поставить. Серьёзно? А вот, типа, зачем? Зачем? Ну, зачем ты это делаешь? Что так красивее? Ну, нормально, нет? Ну, так, не трогай мою квартиру и занимайся чем-нибудь другим. Ну, что, не, тебе в кайф стёкла ломать мне и как-то досаждать? Зачем? А вот этот проб ты удалил сеткой, которая была тут? Зачем? Не, ну ты объясни хоть причину нормальной. Я просто строю квартиру и мне берут, убирают проб и ломают окна. Я не понимаю, что я сделал не так. Ну, возможно, так для тебя красивее, но я на это время трачу. Я хочу поиграть нормально и ты берёшь и тому мешаешь. Ну так, играй, но меня не надо трогать. Я пытаюсь квартиру отстроить, ты берёшь и мешаешь намеренно этому. Ну, зачем? Кто разбил? Ты разбил. А как мы сделали такую? Ты разбил. Нет. Ну, выйди отсюда. Давайте мы не будем драться и не заходить ни в чьи дома. Что здесь происходит? Там синяя. Куда? Ксаяль. Бля, выйди из дома моего, слышь, ты че ненормально что ли? Мужик, в чуте окно разбудто. Заходи, кто хочет. Выйди. Выйди, тебе говорят. Иди сзади. Отойди. Через окно обратно выйдите. Слышу. Так, ну я пока жду точного ответа. Бля. Вам доска для закрытия окна не нужна? Не-не-не, я потом сам застрою. Я ещё просто не закончил строиться. А, хорошо. Может купить дом, купить принтер, может доставлять неудобство, убирай один проп или одну постройку раз в 30 минут. Может устанавливать ловушки у себя перед домом. Способность, может игнорировать правила ФРРП. Я тогда буду делать, что хочу. Ну смотри, я тебя уже просил выйти. Вот вам небольшой лайфхак, как справляться вот с такими вот дегенератами, что делать, если вас даже тэпнут на жалобу и начнут предъявлять за фрекил и так далее. Рассуждаем логически, вы стоите у себя дома, у вас квартира заперта на ключ, то есть через дверь никак попасть нельзя традиционным образом. Это означает как минимум то, что вы гостей не ждёте. Ну или же если вы сами дверь откроете или кого-то из знакомых позовёте, то так, это гости. В свою очередь микроболван, который разбил вам окно и залез туда, или же просто залез в разбитое, его можно расценивать как, ну, угрозу для себя, потому что у вас какой-то левый чел шарится по квартире без вашего разрешения. Это можно расценивать как А. Угроза своей жизни. Б. Попытка рейда. И С. Проникновение на частную территорию. При каждом из вариантов его можно будет просто взять и застрелить, взорвать, чё угодно с ним сделать, типа, какого хуя ты лезешь ко мне домой. А потом после этого ещё и забанить, потому что он нарушил правила нон-РП. Мужик-то, ну как ты себя видишь, там полицейский маленький труп насиловал. Слышь, а чё, блядь, там кто летает у меня лузы по крошке? Беззаконие какое-то. Беззаконие какое-то, мужик. Сексуально. Не заходите, поже, больше домой. Бан, 40 минут, 1-1, хе-хе. Чё, чё, пожалуйста, Ра. Чё такое? Ребята, у меня вопрос. Опа, блядь. Иди нахуй. Чё такое? Банан, если есть оружие, если он полезет к тебе с наручниками, ебанин его просто, и всё. А у меня нет оружия. Отойди просто пока, отойди за домик. За домик. Группировка, правильно, я понимаю, у меня тоже есть группировка, и у меня, и где ты нахуй шлюхаблей? Я тебя... Я могу захуярить его на улице? Да, и всё, он тебя вяжет. Реально? Да, он тебя, блядь, пытался бы завязать. А пусть, 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 заноси, заноси. Блядь! Извец! Теперь съёбывайте с домой, 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 домой. Всё, домой, ребят, не ебашьтесь дальше, просто домой. Всё, заебись, заебись, банан хорошо нашёл нарушение. Привет, у тебя нарушение нонерпэ. Ой. Какое? Нонерпэ. Ситуацию. Ну, ты несколько раз подряд пытался человека завязать. Человека пытался ты завязать несколько раз подряд, когда он стоит вообще на улице, и ты тоже на улице стоишь. Он дома, дом. Возле моего дома, ой, сейчас. И что, ты всех вяжешь, кто у тебя возле дома? Нет, он меня скреп... Ну, я понял, что это нарушение. Угу. Ну, то есть ты согласен с этим. Ну, а воткуп можно? Можно воткуп? Не-не-не-не. Мне главное, чтобы ты понял, что это нарушение. Не-не-не. Да, я понял, я понял. Банан отработал на все сто. А что Мусе сделал? Он, короче, бананы пытался на улице, блядь, вязать в эти наручники постоянно. Здрасте. К вам пришла полиция. Тут этот... Ордер уже есть. Ордер уже есть. Ну, ребят, думайте, как выкручиваться. Так разъебаем их сейчас. На стену посмотрите. Вы можете одного бахнуть, самого жесткого, а второму приказывать оружием, если вас будет очень дохера. Назад посмотрите. Назад посмотрите. Жакет, за тобой стена, посмотрите. Ухоти, ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Наши стреляли. Стыкаешь там. Бол. Какая-то, бля ебаная свобода. Как они меня с... Поставь быстро, поставь заграждение быстро. Кукурузка 4. Заграждение чистой. Ребят, рейд закончился, его пизданули. Наемный убийца, блядь, взял. Подошел его, просто возле мусорки пристрелил, блядь. Итак, ребята, на ваших экранах прошел рейд. Он уже закончился и начался КД. Итак, ребята, это двухминутный фрагмент, ускоренный мной в 4 раза. Что это значит? 2 минуты уже прошло с того момента, как квартиру закончили рейдить. Рейд за-кон-ч-и-л-са. Запоминаем. Это значит, что в течение 30 минут по правилам рейда Буза, ни один полицейский не смеет вообще приходить и рейдить эту квартиру снова, пока не пройдет полчаса. Но всегда найдется какой-нибудь один гений, который решит в соло залететь на квартиру, где сидит четверо человек, расстрелять всех, а потом говорить то, что он рейдил квартиру, просто потому что захотел. О, блядь, меня убил. Я не понял. Он меня убил. То есть он молча зашел, заебашил лад? Короче, он увидел оружие в руках и заебашил сначала кого-то, блядь, так это вроде, и потом Влада. И меня, да. Ты один против троих и более человек полез стреляться. Стреляться? Нет, я сначала убедила одного. Ну, у тебя не было причин с ними стреляться, ты понимаешь? Нет, не было причин с ними стреляться, ты понимаешь? А что, я вижу, вооружена человеком, мне что сделать? Что? Я не знаю, что тебе нужно было делать в соло против четверых или троих человек, когда у тебя границы ФРРП расписаны так, то, что у тебя игнор ФРРП идет только до двух человек. Ты же зашел в квартиру левую абсолютно без причины, начал с ними стреляться, причем никаких ты приказов не отдавал, ничего, с тобой никого не было, и ты взял убил маньяка и двух других гражданских. Гражданских я не убивал раз. Я увидел его, и смотри, увидел я его вооруженных, и что мне нужно было сделать, стать лицом к себе, когда я вижу одного человека. Нет, в смысле, любая профессия для тебя, это прежде всего гражданский, неважно, бандит, взломщик и так далее, для тебя это гражданский ФРП. Ты увидел с оружием чела? Ну, еще одного увидел, еще одного увидел. Почему ты начал с ними молча стреляться? Ты ни причин никаких не сделал, ничего. Подожди, по-твоему, в реальной жизни ты видишь вооруженного человека, ты ему еще что-то говорить будешь? Ну, я не буду заходить в квартиру, куда меня не звали просто, потому что, ну, у меня есть голова на плечах, и я не буду просто заходить молча кому-то в квартиру и начать, начинать перестрелку, понимаешь? Я уже третий раз тебе говорю, что мне жаловались граждане, точнее, если по РП граждане жаловались... Хорошо, давай знаешь, как сделаем? Время на вскидку любое, когда тебе жаловались? Когда жаловались? Да, на вскидку время. Ну, сколько там, минут назад? Короче. Ну, что тебе конкретно жаловались? Ты зашел молча, начал стреляться. У тебя ни рейда, ничего не было. Рейд, который был до твоего прихода, он уже закончился. Нет, подожди. Где ваша одна? Он не закончился. Можно же вроде посмотреть логи ордеров. Ты один, я тебе еще раз говорю, ты полез один на троих человек, а четверых или же вот какое-то такое количество было. Подожди. Смотри, ФБР может рейдить маленькие повещения в одиночку. Хорошо. Маленькие помещения, у них были небольшие помещения. Хорошо, ты рейдил, ты выбивал двери? Они были открыты. Ну, ты ордер выписывал какой-нибудь? Он уже был. Уже был? Ну, сейчас посмотрим по ордерам, что было последнее. Ну, так, я тебе говорю, тот рейд, который они сделали, он уже закончился. Какая разница? Я захотел, пришел за рейдил, ордер уже есть. Я говорю, в 20.45 они кинули рейд за ПНН. В 20.43 тоже был ордер за ПНН. В ФБР, там не написано, что он именно должен причину проверять. Просто ПНН кидать на всех, кто будет на РП тоже. У меня в правилах ФБР написано. Ну, так ты понимаешь, что рейд, когда тот был, они... Все, кто рейдил, они, ну, убиты были. Типа, одного они забрали сами, тех, кто отбивался от рейда. Другого полицейского, Джиггернаута, тебя как раз, да, тебя наемник убил. И все. Вот, и потом, типа, он пришел после... Он прошел... Нет, я тебе объясню, как он пришел, чтобы ты понял. Вот, вы отъехали, тебя убил наемник, другого чела ребята убили, отбивались. Да, потом проходит какое-то вообще уже время, никто никуда не лезет из полицейских, никто не рейдит, уже все забыли про эту квартиру. Вот. И заходит туда чел с ником Борис, которого ребята за бандитов решили пригласить к себе. Заходит еще другой какой-то чел. И заходит вот кабанчик. Он заходит молча с оружием, видит других челов с оружием и начинает с ними молча стреляться. Ничего им не говоря. Просто вот он один заходит, с ними начинает ебашиться. А их там больше двух человек. А что я должен говорить? А что я должен говорить? Да, ты не должен был вообще туда заходить, тебе там не место. Как минимум. Потому что тебя никто не звал, это первое. Второе, ты даже не пытался никого зарыть. Ты зашел, просто начал ебашиться. Не поняв вообще, что происходит. Пока я начну делать диалог, он меня расстреляет быстрее, понимаешь? С чего ты взял? Стрелять-то ты первый начал. Ты понимаешь, что ты заходишь в квартиру, где больше троих человек сидит, которые могут быть враждебно к тебе настроены. Ты все равно с ними стреляешься. Я тебе говорю об этом. У тебя правила твоей профессии нарушены. Третье правило ФБР – игнорирование ФРРП до двух человек. Я тебе все 10 минут говорю об этом. Ну, в принципе... В принципе, ты донатный. Я понимаю, почему ты не понимаешь. Я... А при чем тут донатный, не донатный? Я вижу правила и вижу ситуацию. И исходя из этого, понятно, что ты нарушил. Ну, вы друзья. Причем тут друзья, бля? Я слежу просто в кулоке за всем, что происходит. И за тем, что делают они. Я говорю, я тоже хочу увидеть демку и все. Ну, записывать надо было. Могу пересмотреть свою демку. Тут привидение, дверь открывают, приходят и убивают. Вот так сказать. То есть, смотри, блядь мне. А-а-а! Тебя просто... Ты был за профессию бандита, и тебя ограбили эти ребята. Да. Потом... Я зашел... Ну, как потом? Я минуту побегал за бандита, или две минуты побегал за бандита. Поразговаривал с людьми. Зашел за спидуэром. Походил по вызовам. Потом вижу джакера. Они стоят возле их дома. Я подхожу к ним. Они говорят, будут рейдить этот дом. Рейдят. Рейдят. Я вроде бы ушел, если точно или нет. Я не помню. И потом я решил зарейдить дом. Что они не могут. Никто не может параллели сейчас провести? Тебя ограбили. Ты через небольшое время меняешь профессию и приходишь рейдить эту квартиру. Ну, небольшое время ты имеешь в виду какое? Блядь. Я даже сейчас посмотрю, через сколько времени ты пришел. 2.39. Дул, бомжик. 2.39 его грабят. 2.39. Ребят, насчет того, что Агузище делал рейд. Его убили. Он был на этом рейде в самый первый раз с Василием. Его и Василия убили на этом рейде. Агузище объявлял ордер. Ну, имейте в виду. Какая разница, кто объявлял? Какая разница, кто объявлял? Чел, 4 минуты, а то и меньше прошло. Как ты залетаешь в квартиру после того, как тебя там грабили за бандита. И ты ебашишься там со всеми, кого только видишь. Молча при том. Это не нарушает правила. Лука, шук. У меня вопрос такой. Да, да, да. Смотри, чел играл за профессию бандита. Его в одной квартире, считай, ограбили. И он буквально через 3-4 минуты приходит туда уже рейдить, когда рейд закончился. Тогда у него будет рейд-обус, потому что он за рейдом уже никогда. А там есть определенный КД на рейд. И он его нарушил. Ну, смотри. Все, вопрос исчерпал. Не совсем. Смотри, агузище, получается, выбивал ордер. Он залетал туда с Василием, 3 шестерки. И оба они отлетели. Потом получается так, что этот чел берет, залетает туда. Молча один за ФБР. И всех, кого видит с оружием, он просто берет, расстреливает. Молча. Он ничего не говорил. ФБУСК, ты ее покупной, да? Отборный. Отборный? Блядь, ты... Не, серьезно, ты донат-новник, что ли? Нет, нет. У него в итоге что будет из нарушений? И потом разбирались. Жалобы, да. Не знал, как подать просто так, или кабанчика сюда. Ну вот, они это разбирали. Вот в чем прикольно. Просто, то есть, вы оба не знаете, че, не оба, кабанчика, не знаете, как подавать жалобы за админа, да? Нет, не кабанчик. Все, разобрались мы. Спасибо тебе. Сейчас я степну его и объясню нарушения. Короче, у него 1.45. Нарушено правило телепаритовать. Ну ладно. Здорово. А че? Не научились спрашивать, есть РП-ситуации? Нет. 1.45. У тебя нарушено правило рейда бус. Сейчас. Что сейчас? Рейд на эту квартиру уже совершался до тебя и прошло меньше 10 минут. Тебе как-то ордер идет 10, 15 минут. Правило 1.45. Повторю еще раз. Если рейд не удался, то вы можете тот же дом зарейдить через 10 минут после смерти всех участников рейда. Или же окончания рейда. Прошло меньше 10 минут, прежде чем ты пришел и начал там пиздить всех, кого только видишь в соло. Рейд абуз и в итоге у тебя нон-рп, потому что ты нарушил правило профессии ФБР. Подожди, рейд абуз и нон-рп, все, да. Так, посмотрим. И фирр-рп, получается, потому что ты нарушил фирр-рп, допущены твои профены. Нет, не допущены. Тебе... Четвертый раз я тебе говорил, мне уже, если честно, надоело. Рейд абуз, ладно. Тут рейд абуз, возможно, да, я согласен. Вот, я прочитала, что рейд абуз. Что? Нон-рп, повторите, пожалуйста. Ну, нон-рп, ты нарушил правила своей профессии. Ты залетел один против больше, чем двоих людей и начал их всех расстреливать. Ммм, засняли нон-рп, потому что, я не знаю, тебе уже говорил, что ФБР в одиночку, в одиночку может рейдить маленькие помещения. Бля, ты не понимаешь, то есть, да? Смотри, я в логах покопался почти все это время, я уже нашел у тебя рейд абуз. По факту, ты не рейдил никого, ты просто влетел в квартиру постреляться. Вот и все. Рейда не было у тебя никакого. Исходя из этого, у тебя нарушение фирр-рп идет, потому что ты пошел в квартиру, где больше двух людей с оружием, и ты начал с ними стреляться. Тогда рейд абуза нету, а то, что фирр-рп, смотри... Ты назвал это рейдом, у меня на дымке, ты будешь отговариваться еще? Совсем? Ты сказал, что я не рейдил, значит, в любом случае рейд абуза нету. Ну ты это утверждаешь, как рейд. Все, нет, нет, я не буду больше тебя слушать, нихуя. Я тебе выдаю, из-за того, что ты такой упертый, и пытаешься теперь увиливать, как только о влогах покопался, и выдаю тебе рейд абуз, рдм, фирр-рп и нон-рп. Доволен? Подожди, фирр-рп. Ну хорошо, давай, тикл напишу. 20 минут 1.45, 60 минут уже за 1.1. А он говорит, что это... Сам говорит, что это не рейд, и говорит, что это рейд абуз. Он сам правил не знает. Бля, у него уже два дня. Хотя, знаешь, сейчас этот... Подожди, не панька меня, Лукашук. Он уже объяснил, что это рейд абуз. Бэбэ. Если я рейдил, по моим словам, все, там, рдм, фирр-рп уже нет. Если я рейдил. Все, ну так вот. Ты невменяемый. В курсе. Ты невменяемый, я тебе говорю. Ты пытался завести в заблуждение? Нет. Да, в первый раз, как я тебя тэпнул, ты вводил в заблуждение тем, что у тебя был якобы рейд, и все нормально. И ты мне рассказывал про рейд, то, что там вот так вот можно. Я подчекал правила, про которые мне сказал Лукашук. Если рейд не удался, а он не удался, то вы можете тот же дом зарейдить через 10 минут после смерти всех участников рейда. Участники рейда были такие, Агузище и Василий. Оба из них отъехали, и ты мне рассказываешь, что до этого рейдили квартиру. Но прошло меньше 10 минут, значит рейда по факту как такового не было. А значит что? Значит то, что ты типа зарейдил и нарушил это правило. А вместе с ним РДМ у тебя нарушен, 3 человека убиты. Потом у тебя нарушено ФИРРРП и НОНРП. Ты че прикалываешься? Не еще раз перечисли? Иди сюда, Юман. Давай перечисляй. В общем, я рассказываю, мы долго-долго бились. Он, играя на бандите, попал в квартиру к кукурузкам, которые были там. Они его ограбили. Через буквально 3-4 минуты он приходит за ФБР и рейдит якобы соло квартиру. Имеет право. Имеет право, если не нарушено правило рейда Буз. Но у него нарушен в этот момент уже был рейд Абуз. Потому что эту квартиру рейдили другие 2 человека. От кого он узнал про рейд? В этом и смысл другие 2. Рейд Абуз был бы нарушен, если бы он бы сдох. И не дождавшись кд в 10 минут, прежде чем перебирал бы вас заново рейдить. А поскольку рейд был от разных людей, это не считается рейд Абузом. Но так он уже понимаешь, он уже сказал то, что рейда не было. Когда я ему объяснил, что ребята, которые там рейдили квартиру, они уже давно туда не приходят. Суть просто в том, что он приходит сначала бандитом, его там грабят. И он через буквально 3-4 минуты приходит туда ФБРовцам рейдит. А у него, ну, наверное, после смены какой-то профессии начинается, наверное, новая жизнь какая-то. А он просто такой на похуях прибегает и рейдит. Нет, нет, нет. Далее, потом, что он делает? Он залетает без всякого ордера и без ничего. Просто вот, видя то, что там двери открыты. Он залетает туда, начинает молча стрелять во всех, кто держит оружие там. Притом убивая маньяка, который вообще абсолютно левый в этой хате был. И двух других человек. Кто? Казанчик? Да, он залетает туда молча и убивает всех, кого он там видит с оружием. Я у него спрашиваю, причина, почему ты их начал убивать? Что такого они сделали? Они стоят у себя дома, они могут, наверное, там держать оружие. То есть он молча, он ничего не сказал. Он один туда залетел, троих челов забрал, двое из них. Все, что ты хваришься? ДМК есть? Да, она пишется. Бля. Ну вот. Че? Ну, у меня уже вот это было прописано. Салпы, торопился. У меня вот это было уже прописано. На два дня у него банка. Неплохо ты ник вписал. А если там три человека забазиться, не подумал об этом? А вот это еще нет. Я думал, потом если он ливнет, то стимайдишник поставить. Лучше стимайдишник поставить или ампостер? Ну, рецидив так рецидив. Короче, я думаю, ему недели и так лучше, хорошо, хватит. Я думаю, это получит больших люлей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...